Перед началом нового рабочего дня Центр Госуслуг «Мои документы» посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, чтобы поздравить сотрудников с первым десятилетним юбилеем со дня основания учреждения. Я считаю, что коллектив Ленинского МФЦ работает на пять, может быть даже на пять с плюсом, но при этом нет предела совершенства, поэтому наша задача открывать новые офисы, приближая эту услугу, возможность получать. У нас такое радостное событие случилось буквально вчера, мы открыли полноценный офис в пригороде Лесное, и не собираемся останавливаться, эти точки притяжения должны появляться и приближаться к местам проживания людей. Система многофункциональных центров была создана для упрощения оформления документов и получения населением государственных и муниципальных услуг. Сейчас уже сложно представить себе жизнь без Центра «Мои документы». За это время мы, конечно, выросли. Мы начинали с нескольких двадцати окон, которые у нас были полупустые. Сейчас у нас на территории городского округа, Ленинского городского округа, 62 окна. Это четыре полноценных офиса. Почетные гости поздравили собравшихся с праздником и наградили лучших работников учреждения грамотами, благодарностями и памятными подарками. Это уже без МФЦ и жить невозможно, потому что здесь, как говорится, все вопросы, какие нужны людям, документы, все эти направления, все справки, буквально все. Поэтому очень нужна, конечно, эта организация. Центр госуслуг нашего муниципалитета занимает одни из лидирующих позиций в Подмосковье. Неоднократно сотрудники организации становились лучшими в Московской области в своей сфере деятельности. Секрет успешной работы в грамотном руководстве и сплоченном коллективе. Все операторы друг за другом стоят горой. И в любых конфликтных ситуациях мы стараемся решить вопрос как из-за этого, так и с оператором, чтобы никто в обиде не остался. Многофункциональный центр продолжает развиваться. Многочисленные услуги переходят в электронный формат, а в разных частях муниципалитета открываются дополнительные офисы учреждения.